Мы, Елена и Владимир Ильичевы, продолжаем Леонардовские игры. Самое любимое имя. Нам так понравилось разбирать имена и играть с ними, что мы подумали, что надо еще взять имя Артур. Артур. Тем более, что наш внук старший. Это Артур. Артур, какое международное имя! Вы чувствуете, да? Как хорошо звучит на разных языках. Ну, когда он был маленький, и когда мы хотели его приласкать, мы его называли Артур. Артурчик. Так, еще, когда мы хотели, чтобы он почувствовал свою эксклюзивность, мы его называли Артурио. Артурио. Вот. Вот. Когда мы хотели с ним поиграться, мы его называли Артурио. Ар-ту-ри-а-но. Как типа Итальяно. Какое-то такое ласкательно-уменьшительное. Мама с папой его называли Туся. Туся. Вот. Но когда он очень заигрывался в какие-то игры, его все называли Тушкам. Тушкам. Как зверечек. Тушкам. Вот. И, конечно же, самое уменьшительно-ласкательное Тусенок. Можно еще придумывать. Ну, по крайней мере, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь есть. И вот давайте слово Артур. Конечно же, король Артур. Давайте мы. Артур, конечно же, это очень серьезное имя, которое напоминает меч. И вот давайте, как у нас меч идет. Вот так, да? Так. И мы начнем, да? А. А. Похоже на меч. А. Р. Как рукоятка от меча. Т. Поддержка. Мечу. А. Ух. Как, знаете, может быть, на мече есть такие узоры, орнаменты. И еще одна. Р. Как знаете, тоже какой-то там золотой узор на мече. Артур. Да, вот такое серьезное. Какое английское или какое... Король Артур был в Англии. В Англии, да? В общем-то, все люди любят называть своих мальчиков, на которых у них большая надежда именем Артур. Так, теперь дальше. Артурчик. Смотрим. Давайте, может, по горизонтали, да? Нежно и аккуратно. Давайте зацепим. А. Артур. 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 Ту. Артур. Артур. Чик. Очень нежненько. И как бы одна буковка присоединена к другой. Следующее. Артурио. Артурио – это что-то такое, приближающееся к итальянской возрожденческой традиции. Да? Давайте мы Артурио. Давайте мы напишем. Если бы мы были в мастерской у Леонардо, да, мы бы, может быть... ...индяюсь только далее. В примере... ...а... как их можно сказать... ...4-го, Aldo. Может быть, мы вот так вот бы и выдолбили в стеночке вот такой вот эксклибрис этого имени старинного. Имя-то старинное. Артуриано. Это что-то из фортепиано, музыкальная артуриано. Кто-то танцует. Давайте пробовать артуриано. Сейчас. Ассоциация с танцами, с каким-то тёплым воздухом. Давайте играться. Танцуют. В круге. Танцуют в круге какие-то виноградари итальянские. Как помните, Челентано топтал виноград ногами. Смотрите, вот он. А О-то не помещается. Куда мы О? В самый центр. Конечно, вот оно. Челентано топчет. Лентано, он же Артуриано. Да, он топчет виноград голыми ногами и танцует. Вот наш Артуриано. Он тоже всегда в какие-то игры играет. Следующее. Туся. Вот давайте. Туся. Это какое-то слово, которое как будто бы штампик какой-то этого человека. И давайте мы попробуем. Когда буква не может быть без буквы. Давайте. Ту. Буква цепляет букву. Потому что они тусуются. Действительно. Видите? Вот они как будто бы сшиты иголочкой и затусовались друг без друга. Они не могут жить. Вот они. Туся. Такое, как знаете, как будто бы из проволочек сделано. Да? Как будто цепочка. Пошли дальше. Тушкан. Тушкан это... Тушкан. Давайте подумаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Можно разбить на два слога. Тушкан. Давайте попробуем. У маленькую сделаем, а ш... Сделаем большую тушь. А маленькую теперь опять? А я... А большую. А Н маленькую. Вот такой, как, знаете, игра-головоломочка, да? Маленькая-большая, маленькая-большая, еще и в две строчки. То есть какая-то интересная игра, в которую бы мог и зверек играть, и человек. Так, и последнее. Тушенок. О, тушенок. Это же понятно, что это какой-то кругленький. Какой-то кругленький. Почти как баскетбольный мячик. Ну-ка, ну-ка, мы сейчас... Вот баскетбольный мячик и пошли. Тушенок. Тушенок. Это значит, половинка баскетбольного мяча, а половинка... Сынка можно... Как тип мячик баскетбольный. Вот. Тушенок. О, тоже таким, как штампиком маленьким. И вот откроем вам секрет, что, конечно же, мы эти три имя вам можем нарисовать, потому что мы знаем этих людей. Павел – это наш сын, Артур – это наш внук, и Платон – это наш младший внук. Мы про них всё знаем, поэтому мы можем их характеры нарисовать в буквах. А вы попробуйте характер свой нарисовать в разных ваших именах. И характеры в буквах ваших любимых людей, с которыми вы живёте. Друзей, мамы-папы, бабушек-дедушек, братьев-сестёр. Сделайте такие штампики, и вам Леонардо протянет руку из 15 века.